Сочи может стать федеральной футбольной тренировочной базой. Об этом заявил вице-премьер Виталий Мутко. Для этого у города есть все. Безбарьерная среда, ремонт дорог, сохранение зеленых зон – это только часть вопросов, которые активисты Народного фронта обсуждали на встрече с губернатором Сочи. Более 2,5 тысяч сочинцев регулярно не платят за воду и задолжали 400 миллионов. Водоканал вынужден идти на крайние меры. Мини-дендропарк у дома в переулке Догомысске решили не только озеленить двор, но и подготовиться ко Дню Победы. Санкции стали большим препятствием для эффективного развития России и Турции. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Таип Эрдоган. Сегодня с рабочим визитом он прибыл в Сочи. По поручению президента Владимира Путина в аэропорту Олимпийской столицы главу турецкого государства встречал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Владимир Путин и Реджеп Таип Эрдоган обсудили снятие взаимных торговых ограничений, а также ситуацию в Сирии. К другим новостям. Виталий Мутко и Вениамин Кондратьев получили паспорта болельщиков. В Сочи заместитель председателя правительства России, губернатор Краснодарского края оформили документы для посещения матчей Кубка конфедерации по футболу. В Олимпийском парке открылся офис, где выдают специальные карточки. Точно такие же получат все болельщики, которые приедут на турнир. Вот паспорт болельщиков. Дает возможность сегодня при наличии билета посещать футбольные матчи, ездить по стране между городами бесплатно, пользоваться услугами транспорта бесплатно внутри города, проведение. Дает возможность проходить российскую границу без визы. На Кубок конфедерации, по словам Мутко, продано 300 тысяч билетов. Турнир стартует 17 июня и пройдет сразу в нескольких городах – Санкт-Петербурге, Москве, Казани и Сочи. В Олимпийской столице заканчивают подготовку трех тренировочных баз. Это полноценные футбольные поля с натуральным газоном. Сегодня их осмотрели Виталий Мутко и Вениамин Кондратьев. По словам губернатора Кубани, регион летом полностью готов как к наплыву фанатов, так и туристов. В Сочи завершился одесский турнир по футболу, посвященный финалу Кубка России. Сражались две сочинские команды из Центрального района и Адлерского. Победили ребята из Адлера. А после на стадионе Фишт прошла финальная игра Кубка России по футболу. В схватке сошлись Екатеринбургский Урал и столичный Локомотив. Это уже третий тестовый матч на обновленной арене. Локомотив выиграл благодаря голам Игоря Денисова и Алексея Мирончука со счетом 2-0 и в седьмой раз в своей истории завоевал главный трофей. Сочи может стать федеральной футбольной тренировочной базой. Об этом накануне на финальном матче Кубка России заявил вице-премьер Виталий Мутко. Для этого у города есть все. Новые стадионы, инфраструктура, отработанные методики по встрече огромного количества гостей и, конечно, мягкий климат. Как это все работает, можно было наглядно убедиться накануне. Матч «Локомотив-Урал» собрал в Олимпийском парке более 22 тысяч зрителей. Олимпийский парк начинается с транспорта. Так было решено на городском штабе, поэтому водители автобусов явили собой образец элегантности. Все в белых рубашках. Сориентироваться дальше пассажирам помогали электронные табло, голосовые ролики, специальные указатели и, конечно, сучинские волонтеры. В числе 300 городских добровольцев 10 студентов из Волгоградской области. В нашем городе тоже будут проводиться матчи чемпионата мира. И мы, естественно, хотим поднабраться опыта, потому что матчей конфедерации у нас не будет. Сразу, сразу ЧМ. И мы приехали к вам и помочь вам. И, конечно же, набраться того опыта, необходимого и как в организации, и непосредственно в самом проведении работы волонтеров. Работы волонтерам хватало. На стадион приехали 22 тысячи зрителей. Поражало количество болельщиков «Локомотива» больше 6 тысяч человек. Урал отметился армией фанатов поменьше – чуть более тысячи. Кто за кого, становилось ясно у палатки с футбольной атрибутикой. Но и тут цветовые различия не становились предметом конфликтов. Болельщики отметили – в Сочи их встретили отлично. Драться тут они не собираются, успеть бы все посмотреть. «Прекрасный город. Это мой пятый выезд по городам. Город мне очень сильно понравился. Это лучше, где я был. Сочи очень красивый город. Большие изменения. Безумно, безумно очень красивый город. Большие изменения были. Мы здесь были и до Олимпиады, теперь приехали после Олимпиады. Изменения огромнейшие, огромнейшие. Я всем советую, приезжайте в город Сочи, в Адлер. Здесь круто, очень круто». «Мне кажется, что Сочи будет хорошей столицей футбола, потому что здесь вся индустрия, это уже развита достаточно. И почему нет, в будущем, мне кажется, это будет круто». Чтобы праздник футбола не был ничем омрачен, были предприняты все меры безопасности. На входе в стадион обязательный досмотр. Внутри под контролем правоохранителей был каждый уголок арены и трибун. Среди зрителей и члены паралимпийской сборной по легкой атлетике. В Сочи они на тренировке, но спорт – их жизнь. Поэтому пропустить такой турнир атлеты просто не могли. «Люблю футбол, болею, правда, за другую команду, но все равно, если честно, без разницы, кто победит. Мы просто приехали посмотреть на футбол, на эту атмосферу, на стадион. Здесь будет проходить чемпионат мира. Поэтому очень было интересно видеть все в плане доступности. Здесь все очень удобно». Для того, чтобы зрители без проблем уехали домой, был скорректирован график работы общественного транспорта, где какой автобус, подсказывали также волонтеры. В итоге Сочи в очередной раз заработал твердую пятерку, справившись с третьим и финальным тестовым соревнованием перед Кубком Конфедерации. В Сочи он стартует 21 июня матчем Мексика-Новая Зеландия. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ. Создание безбарьерной среды, ремонт дорог, сохранение зеленых зон – это только часть вопросов, которые сегодня активисты Народного фронта обсуждали на встрече с губернатором в Сочи. Серьезный разговор зашел и о мусоропереработке в регионе. Подробности у наших коллег. «Общение с фронтовиками – это обсуждение самых наболевших проблем, с которыми в повседневной жизни сталкивается каждый человек. Для встречи с губернатором активисты подготовили список вопросов. Это реконструкция дорог, утилизация мусора, капитальный ремонт домов, сохранение зеленых зон. Общественный контроль, по словам Вениамина Кондратьева, необходим для объективной оценки ситуации чиновниками». «У нас сегодня не только есть деньги на поддержание сегодняшней стабильности, но и на трудное развитие. Сегодня есть стабильность в крае, стабильность в районах. Мы и школы строим, и детские сады строим. И инвесторы тоже к краю очень по-другому стали относиться. Мы вместе с вами в этой одной лодке. Если все вместе будем гребсти, конечно, выгребим». «Мы должны сегодня все быть единым фронтом. Вот сегодня надо понимать, что все мы должны быть заточены на реальный результат, который должен выражаться в жизни людей». Пример сотрудничества власти и общероссийского народного фронта – проект УНФ «Карта убитых дорог». Любой человек может нанести на нее тот участок, который, по его мнению, находится в непригодном состоянии. Результаты общественной инспекции передают в местные администрации. По всей Кубани на ремонт дорог в этом году выделено больше 20 миллиардов рублей. Самую крупную сумму получит краевая столица. «В этом году беспрецедентная сумма выделена на Краснодар. Сколько она?» «3,6 миллиардов». «3,6 миллиардов». «Самая главная задача – не освоить деньги, а дать горожанам качественные дороги. И там, где необходимо. Мы исходили, когда распределили эти деньги, исходя из того, где не нужнее. И здесь учитывали мнение жителей города». «С момента старта проекта на карте интерактивных убитых дорог выявлено и отмечено 389 участков в Краснодарском крае. В Краснодаре 147 дорог. Сама по себе ситуация не критичная, но требует незамедлительного решения». Народный фронт помогает и в контроле за капитальным ремонтом домов. Движение денег по этой программе необходимо совместными усилиями делать прозрачней для потребителей самой услуги, замечает губернатор. «Когда не понимают люди, куда они платят, и когда этот ремонт произойдет, и вообще, кто будет ремонтировать, и вообще, кто будет отчитываться за эти деньги, вообще, где эти деньги, конечно, возникает у людей определенное недовольство». «В этой части мы переломили ситуацию. У нас за весь период создания, скажем так, этого фонда, у нас на сегодняшний день идет качественный рост собираемости. Мы включили в эту работу муниципалитет. Если мы, допустим, посмотрим 2015 год, 2014 год, начало работы, когда всего-всего по краю было затрачено там 300 миллионов, 200 миллионов на капитальный ремонт, то в этом году миллиард 800». К концу года в регионе должны отремонтировать больше тысячи домов. На встрече речь зашла и об утилизации мусора. Для курортного и сельскохозяйственного региона это не только вопрос экологии, но и здоровой экономики. В крае планируют построить 11 современных полигонов. Но, по сути, это те же свалки, где складируется мусор, замечает Вениамин Кондратьев. В проблеме отходов копать нужно глубже. Необходимы мусороперерабатывающие заводы. «То, что мы будем без конца воевать с людьми, которые образовывают свалки или там даже с целыми населенными пунктами, но мы должны предлагать альтернативу. Вот еще вопрос. Потому что, если мы не дадим альтернативу, куда этот мусор задевать, на самом деле, как его утилизировать, не утилизировать, куда его возить, на самом деле, мы все равно же проблему не сдвинем». По итогам встречи губернатора и активистов Народного фронта было принято решение создать рабочие группы по каждому из озвученных сегодня направлению, чтобы к решению проблем подходить системно и единым фронтом. Александр Иванченко, Денис Перец, Сергей Щербин, Кубань-24, Сочи. Мусор в Сочи не задерживается даже на сутки. Схема работы временной площадки для перегруза отходов вышла на стопроцентную отгрузку. Более того, организаторы обезопасили и грунт. На территории площадки установлены специальные баки для сбора сточных вод. После отгрузки одной машины следом придет вторая. Четко отработанная схема работы позволяет этой площадке для перегрузки отходов практически всегда оставаться чистой. Вот такой горы отходов, например, хватит для загрузки двух тонаров. А привезли мусор всего пару часов назад. Всего в процессе очищения города задействовано около 300 грузовиков. Половина собирает мусор в городе, другая половина отвозит его на полигон. В схеме вывоза участвует тоже около 100 единиц техники на вывоз мусора. Растянуты они по всей протяженности до полигона, поэтому задержки с вывозом у нас не происходит. Завозится и тут же увозится. Потому что если даже день не будет осуществляться вывоз, здесь будет около 1000 тонн мусора. Каждый день мусоровозы привозят сюда около 500 тонн бытового мусора, еще 100 – строительного и крупногабаритного. Площадка для перезагрузки отходов появилась совсем недавно. Мера вынужденная и временная. Стопроцентный вывоз мусора – это тот самый минимум, который удалось создать городской администрации для сочинцев. Сточные воды собирают в специальные баки, и как только они наполняются, их опустошают. Содержимое отвозят на чистные сооружения. Одним словом, экология не страдает. Пока не решится вопрос с региональным оператором, вывозить мусор будут отсюда. Загвоздка вся в том, что до сих пор не вступило в силу решение суда о вводе в эксплуатацию Белореченского полигона. Хотя есть решение суда о введении его в действие, но пока решение не вступило в законную силу, и поэтому пока полигон не введен. Поэтому это один из основных показателей регионального оператора – это наличие полигона, наличие площадок перегрузки и сортировки. Сейчас грузовые машины вывозят отходы на территорию Абинского полигона. Это около 390 километров в одну сторону. Больше месяца мусоровозы привозят и снова увозят отходы из города. Этот трудоемкий и затратный процесс почистки города уже продемонстрировал свою эффективность. Елена Овсецина, телекомпания «ФКТ». Более 2,5 тысяч сочинцев регулярно не платят за воду. Такие данные приводит Сочи «Водоканал». Предприятию недобросовестные местные жители задолжали порядка 400 миллионов рублей. Поэтому компания вынуждена идти на крайние меры – отключать от воды квартиры и даже целые дома. Сегодня прошел очередной рейд. Вместе со специалистами к должникам на улицу Пасечная отправилась и наша съемочная группа. Эти три дома на улице Пасечная давно попали в поле зрения Сочи «Водоканала». Жители, построенных на участке под ИЖС многоэтажек, регулярно не платят за воду, которые, кстати, подключились без получения тех условий. Накопили солидный долг – более 350 тысяч. О том, что воду могут отключить, жителям напоминали неоднократно. Сегодня Сочи «Водоканал» вынужден был пойти на крайнюю меру. Вот сейчас демонтировали водомерный узел. Все три дома останутся без воды до тех пор, пока не погасят долг и не приведут в порядок документы. Коммунальных благ сегодня лишились и хозяева вот этой квартиры в соседнем доме на Пасечной. За воду они не платят больше трех месяцев. Долг – порядка 8 тысяч рублей. Там, где был у нас доступ к водомерному узлу, мы его сегодня закрыли, отсекающий вентиль под пломбу. Отключение является самой крайней и вынужденной мерой, а до этого мы готовы искать и находить любые компромиссные решения. Например, оплата частями в какой-то период. Есть управы и на тех должников, которые не пускают специалистов «Водоканала» к водомеру. Это ограничение отведения стоков к конкретной квартире. Через чердак с помощью специального оборудования ставят канализационную заглушку, которую самостоятельно убрать невозможно. А за то, чтобы ее снять, еще и заплатить придется. Долгов у населения перед Сочи «Водоканал», с учетом текущих наочислений, около 400 миллионов. Из них за 15 месяцев, то есть за 16-й год и за 3 месяца этого года, уже почти 90 миллионов накопились долги просроченные. То есть достаточно серьезная и внушительная цифра, которую «Водоканал» мог бы упустить и на развитие систем, и модернизацию, и вообще на улучшение качества обслуживания наших потребителей. В Сочи регулярно за воду не платят порядка 2,5 тысяч абонентов. Специалисты Сочи «Водоканала» постучатся в дверь каждого из них. В ближайшее время подобные рейды пройдут и в частном секторе курорта. Татьяна Говоркова, Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Мини-дендропарк на участке возле дома. Двор по переулку Дагомыски-7 знают многие сочинцы, потому что сюда они приезжают не только перенимать опыт по благоустройству и озеленению, но и за саженцами. Ими любезно делится Арусяк-Исраэлян. Сочинка с завидным энтузиазмом. Вот уже 10 лет этот двор как живой зеленый экспонат под открытым небом. Ранее склон был заброшенным, но Арусяк-Исраэлян взяла над ним шефство. Буквально все своими руками очистила от мусора и высадила разнообразные южные экзотические растения. Вот наверху у меня экзотическое дерево, яблоня. Вот оно когда цветет красное-красное. Все думают о лыча красное. А там ягоды, как черешни в роздиме. На одном участке можно увидеть и пальму, и сирень, и рис, и клубнику. Такое соседство растениям не помеха. Их здесь около 300 видов, одних рост только 25 разновидностей. А жильцы только удивляются, как у любителей садоводов все так красиво и ладно получается. Я очень хотела бы, чтобы у нас все наши дворы были такие же замечательные и красивые, как этот дворик. Выходишь и просто сердце радуется. Все клумбы украшены малыми архитектурными формами. Необычным мини-водопадом, который сделан из грунтовых вод с кворечниками. Кустарники тоже приобретают форму. Например, три свечи, квадрат или лебедь. Все благодаря фигурной обрезке. А у любителей декоративных посадок порядка уюта во дворе. Много и помощников, и дел, как у любой хозяйки. Достроить беседку для отдыха, сделать даже пруд с рыбками. А самое главное, что ждет местные детвора, это огромный глобус. Я пообщалась с детьми. Многие не знают, что такое материки. А мы собрали пробки из пластиковых бутылок. И вот будем лепить земной шар. Он не просто шар, он еще светильник. Вот такой арт-объект, допустим, появился у нас. В планах у активистов седьмого дома по переулку Дагомыске еще и обустроить спортивную площадку для ребят. Место есть, депутаты пообещали выделить средства. А сейчас всем двором они готовятся к Дню Победы. Обязательно будет солдатская каша и концерт. Вот и стенд подготовили. Фотографии, стихи, рассказы о своих родственниках, погибших в Великую Отечественную. Арусяк и Сраилян расскажут и про своего деда Рубена Саряна, могилу которого нашли только через 35 лет после окончания войны в Горячем Ключе. Там же его именем названа и Городская улица. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Спасибо за победу. Этими словами глава Сочи накануне начал беседу с ветеранами курорта. Встреча за праздничным столом – редкая возможность для пожилых уже людей обсудить проблемы с руководством города. Всех прибывших ветеранов встречали песнями, теми самыми из их боевой молодости. Здесь же стен газета про их активную общественную деятельность. После войны каждый из ветеранов унес немалый вклад в строительство мирного будущего. И сегодня может оценить результат. На улице Островской пять высоток построены впервые в стране методом скользящей палубки. Я руководил этим делом, отвечал за эти дела. Так что для меня город Сочи – это мое сердце. Я в городе 61-го года. Очень сильно изменился город. Действительно красивый, действительно желанный. Так что в этом отношении город самый лучший у нас в России. Глава Сочи за чашкой чая рассказал ветеранам о всех мероприятиях, которые запланированы в городе ко Дню Победы. Анатолий Пахомов особо отметил и новый для Сочи проект. Школьники пишут письма в другие города, в школы с таким же номером. Таким же ребятам с героическими прадедами. В этом послании они рассказывают об исторической роли города Сочи перед Великой Отечественной войной. И просят своих сверстников рассказать о вкладе их города в победу над фашизмом. Интересная акция. И мы прекрасно понимаем, что сегодня особое внимание надо уделить как раз детям в плане воспитания патриотизма. И мы считаем, что эта акция очень эффективно будет работать. Также глава курорта подчеркнул, что всем ветеранам войны власти готовы предоставить путевку в сочинские здравницы. Желающим надо обратиться в районные советы ветеранов. Ну а предпраздничные встречи с ветеранами проходят накануне Дня Победы во всех районах Сочи. На площади перед Центральным рынком сегодня все могли увидеть выступление народного хора «Русская песня». Руководит им заслуженный работник культуры Татьяна Пастер. В репертуаре накануне 9 мая – «Песни военных лет». Здесь звучал майский вальс, а в помещении ресторана, где чествовали ветеранов Центрального района, вальс другой. Из кинофильма «Московская сага» на музыку Александра Журбина «Тучи в голубом». Одни не могли усидеть на местах, другие подпевали. Мы готовимся серьезно к проведению 72-й годовщины Дня Победы над фашистской Германией. Это идет благоустройство района, цветочное оформление, реконструкция или после зимы подделывание тех памятников. Мемориальный комплекс мы приводим в порядок для того, чтобы наши ветераны достойно встретили, поклонились погибшим нашим героям в тех мемориальных комплексах, которые есть на территории Центрального района. Конечно, все, кто выступал перед ветеранами, желали им в первую очередь здоровья. В подарок каждому герою еще и праздничные продуктовые наборы. «Это люди, которые ценой своей жизни защитили нашу жизнь сегодняшнюю, благодаря которым мы сегодня живем, трудимся, благодаря которым есть сегодня мир на земле. И это самый дорогой, это самый, еще раз скажу, золотой запас нашего общества». В День Победы в Сочи зажгут свечи памяти. Акция пройдет на курорт 9 мая. Жители и гости курорта пройдут с зажженными свечами от Северного до Южного мола. Начало в 20 часов. К участию приглашаются все желающие. Построение колонн начнется в 19 часов на Несебрской, 11. На площади Южного мола с обращением выступят глава Сочи, ветераны Великой Отечественной войны. После чего в море будет спущен траурный венок. В 22 часа состоится праздничный салют. Рекорды в честь Дня Победы. 6 мая в Сочи пройдет легкоатлетическая эстафета. Назвали ее спортсмены Сочи в ознаменовании победы в Великой Отечественной войне. Это часть одноименной всекубанской эстафеты. Школьники, студенты, да и все желающие могут пробежать от мемориала «Подвиг во имя жизни» по курортному проспекту, улицам Воровского, Несебрская, Паярка, курортному проспекту, улице Новогинская до площади Флага. Дистанция составит 1400 метров. Это не эстафета в классическом понимании. Палочку никто не передает и лидеров тоже определять не будут. Это эстафета поколений в память о победителях. Сбор участников в 10 часов у мемориала «Подвиг во имя жизни». В это время на старт выйдут жители всех муниципальных образований края. На время забега по маршруту будет перекрыто движение транспорта. Машины не смогут проехать по вышеназванным улицам с 10.30 до 11.20. Ну и в завершении выпуска информации от наших партнеров. Стоматология «Скаковский» работает по принципу 3П – порядочность, последовательность, профессионализм. Оказывает все виды стоматологических услуг. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире.